Вопросы волнующих участников заседания Брестской городской комиссии по охране труда несколько. Анализ итогов работы мобильной группы охраны труда, составление плана мероприятий по профилактике несчастных случаев на производстве, контроль соблюдения законодательства об охране труда и, главное, детальный разбор несчастных случаев, произошедших в областном центре. В текущем году произошло 22 несчастных случая, в том числе 5 со смертельным исходом. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то снижение у нас произошло на 40% по несчастным случаям. К сожалению, несчастные случаи произошли в таких отраслях, как строительная отрасль, промышленность и транспорт. В городе Бресте активно работает мобильная группа. В текущем году мы произвели 53 выезда, проверили 118 субъектов хозяйствования, выявлено более 2200 нарушений именно трудовой и безопасной дисциплины. Такая статистика дает повод задуматься в первую очередь над тем, что стало причиной печального исхода. Каждый случай требует индивидуального рассмотрения дела. А чтобы таких дел было как можно меньше, специалисты Брестской городской комиссии по охране труда работают на предупреждение. Своевременное выявление проблем – один из эффективных рычагов предотвращения беды. Одна из форм 510 указа – это проведение выборочных проверок. Они осуществляются согласно критериям оценки риска. В основном попадают организации, где были задолженности по заработной оплате, наличие несчастных случаев и иные критерии. Это не реже, чем раз в 3 года. Если они уже попали по критериям, возможность проведения проверки, выборочной попасть – есть вероятность. Если со стороны профилактической, то есть оказание помощи, то есть выезд мобильных групп по городу Бресту в частности, можно сказать, что выезды осуществляются в 2 раза в неделю, то есть в вторник-четверг. Проанализировав случаи производственного травматизма, можно сделать вывод, что в нынешнем году порядка 20% инцидентов произошли из-за падения с высоты на строительных объектах. Кроме того, в непростых условиях 2020 года пандемии коронавируса не всем предприятиям удалось своевременно обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты. Проблематика на предприятиях зависит в первую очередь от экономического состояния самого предприятия. Если предприятие, скажем, находится на плаву, стабильно работает, то и на охрану труда, на промышленную безопасность выделяется большое количество средств. Поэтому вопросы, как правило, не возникают. Но на других предприятиях, я бы не сказал, что в Брестской области, допустим, или в городе Бресте, конкретно какая-то ситуация там сверхаховая в этом вопросе. Специалисты на всех предприятиях есть, они работают, мы им оказываем помощь практическую, методическую, значит, проводим проверки. Поэтому по нашему направлению особых аварий, инцидентов, которые приводят к несчастным случаям или там к смертельным, не наблюдается. Деятельность мобильных групп будет продолжена. На карандаш уже взяли несколько предприятий. Мы проводим проверки знаний наших непосредственных ответственных лиц, которые находятся на производствах, на предприятиях, независимо от формы собственности. В текущем году мы провели такие проверки более чем у тысячи специалистов. Все показали достаточно неплохие знания, поэтому, наверное, и статистика говорит о том, что вот это снижение, которое мы уже достигли 40% с прошлым годом, говорит о том, что, в принципе, уровень подготовки наших кадров, именно касается вопроса безопасности, охраны труда, достаточно на неплохом уровне. Но есть еще над чем работать, действовать вперед и не допускать несчастных случаев.